На этой неделе Великий Новгород услышал настоящее шаманское пение. В Доме молодежи выступил Алексей Чичаков с Горного Алтая. Основная тема все-таки это звук. И все-таки я звучу в первую очередь, да, все мы звучим. Даже сейчас, когда я говорю, мы все-таки звуками, да, передаем некую информацию. И поэтому, да, я играю на алтайских народных инструментах, да, это шор двухструн, это флейта алтайская шор, это тапшур, двухструнный щипковый инструмент. Это, конечно же, хамус алтайский, либо варган, да, у славян он называется. И окорины использую, также акустическую гитару. И такой, как бы, процессор эффектов, да, использую то, что называется сохранение традиции. Вообще основная, как бы, моя такая идея, это сохранение традиции алтайской, да, исполнительской. И то, как можно ее выражать в современном мире, потому что все-таки мы современные люди с вами. И поэтому достижения какие-то и в музыкальном плане, да, и технические в том числе, я тоже использую. И вот это называется live looping таким английским названием. Ну, это называется, когда я вживую записываю свои инструменты, можно сказать, заменяю целую команду. Там и ритм секции, и барабаны, и так далее. И потом сверху уже солирую что-то или пою. Надо было так получиться, что в этот же день в Великий Новгород приехал с концертом гуру Борис Гребенчаков. Если бы не это, слушателей на концерте явно было бы больше. Но на подходе Алексея к выступлению это никак не сказалось. Я исполняю в основном древние-древние тексты благопожеланий. Это одна из форм исполнительского искусства алтайских кайчи. Кайчи – это сказители, которые исполняют благопожелания. И также, конечно же, алтайский героический эпос. Если касаться текстовой, да, вот этой структуры, то благопожелание – это форма, которая, ну, само слово за себя говорит, желать блага. Изначально это благопожелание произносится для, ну, если кайчи, то для тапшура, для инструмента. Ты обращаешься к нему как к живому существу, я бы так сказал. Вот. И он главный помощник, ты просишь его, чтобы он звучал лучше, играл лучше и помогал тебе исполнять то, что ты исполняешь. Также благопожелания для природы, благопожелания для Алтая как такового. И благопожелания, конечно, для людей, которые живут в природе. Вот. А то, что касается алтайского героического эпоса, это форма такая, как бы строгая, что ли, да, и она дошла до нашего времени, сохранилась. И в этом вообще уникальность исполнительского искусства алтайских исполнителей горлового пения. Ну, это, конечно же, тексты о подвигах богатырей, эпические произведения, да. И их сохранилось у нас достаточное количество, много. Это передавалось всегда из поколения в поколение, из уст в уста. И была устная форма, да. И, ну, сейчас, конечно, это все записали в тома, и это называются такие вот алтай-батерлар, алтайские богатыри, богатыри Алтая. Ну, вот, наверное, основные такие формы, то, что говорится, если вот говорить о текстах. И еще одна форма есть, называется тянар-хожон. Тянар – это, ну, такие национальные традиционные песнопения. И в каждом регионе Алтая они разные и уникальные по-своему. Я тоже в своих концертах это использую. Традиция горлового пения сохранилась в горном Алтае. Алексей Чичаков говорит, что он посланец одного из самых удивительных мест на земле. Вообще, горный Алтай, республика Алтай, у нас, в нашего региона, столица, один город вообще. То есть, он называется Горно-Алтайск. Там один город. Остальные – это населенные пункты. И я живу в одном из них – это районные центры. Вот. И мой районный центр называется Усть-Коксинский район и село Усть-Кокса. Вот я там родился и там вырос. И каждый же регион опять не похож друг на друга. То есть, они все отличаются. Алтай разный. И мой регион отличается тем, что там именно находится вот эта долина Оймона, которая называется. И она находится у подножия высочайшей точки Сибири. Это важно отметить. Высочайшей точки Сибири, священной горы, горы Белуха. А по-алтайски это называется на алтайском языке «Ючсюмер хадын бажи». Что в переводе означает «три вершины, верховье реки Катунь». Вот. Еще чем это место уникально, тем, что его основали переселенцы староверы, старообрядцы. Они шли с этой земли и с вашей в том числе. Я сегодня посещал Софийский собор. И это мне тоже близко, потому что, ну, это Россия, это наша история. Мы здесь живем. И распространение, в том числе и христианства, и сочетание с другими народами, да, в дружбе, в мире. Так и с алтайским народом произошло. Вместе об руку уже мы идем сколько долгое количество времени. И дай Бог, что дальше будем идти. Одну из песен музыкант посвятил высочайшей вершине Сибири, горе Белуха, по-алтайски «Ючсюмер». Восходить на нее алтайцам их традиция запрещает. Не зря про собор сказал, да, например, про Софийский. И там вот есть купола, да, золотые купола, золотой купол. И вот я бы сравнил гору Белуха нашу, да, «Ючсюмер», вот эти ее вершины с этим куполом. Поэтому я думаю, что православный человек, наверное, не каждый начнет поставить лестницу и полезет на этот купол. И то же самое для нас, потому что это святая земля и человеческая нога, ну, в нашем понятии, не должна все-таки туда вступать. Ну, все-таки, опять же, повторюсь, что все-таки современный мир, да, в котором мы живем. И есть спорт, есть альпинисты, которые покоряют вершины и так далее. Это все понятно, это есть, но многие, к сожалению, остаются там и не возвращаются. Это коварное такое, можно сказать, место, эти высокие горы, потому что это не просто так. И все-таки высшие пики нашей земли, они являются некими, ну, я бы сказал, порталами, что ли, да, соединяющими нас с космосом. И все-таки в разговоре о первозданном Алтае и об удивительном пении мы рискнули затронуть и совершенно антипоэтическую тему коронавируса. Ну, эта тема, как бы, понятна, это во всем мире происходит, да, какой-то процесс, процесс происходит. Ну, я называю, знаете, поскольку я все-таки к эзотерике тоже каким-то образом отношусь, и к научному миру все-таки тоже, помимо музыкального. Потому что я научную деятельность веду и в изучении звука, и пения, и звучания инструментов, вообще вот этой волновой вибрации. И помимо волновой вибрации, конечно же, еще и полевой вибрации, через которую все распространяется, вот, через так называемые торсионные поля. Вот, и все-таки вот то, что нам дается, просто так людям ничего, испытания никакие не даются. И это, видимо, все-таки, наверное, можно сказать и какие-то кармические вещи, и не только. Это какое-то, видимо, может быть испытание, данное нам, то, что, наверное, мы все-таки заслуживаем. Поэтому дай Бог, чтобы мы все вышли из этого, вышли в новом ощущении себя и в новом понимании себя и этого мира, потому что уже по-другому, по-старому уже, наверное, жить не придется. И пусть это будет качественно лучшая жизнь. Вот я бы хотел трансформировать это именно в положительную, в созидательную сторону. Музыканты нередко называют шаманом. Он на вопрос об этом отвечает так. Когда меня спрашивают, шаман ли я или нет, я всегда на это отвечаю так, что прежде всего я артист все-таки, и я нахожусь на сцене. И я могу показывать какую-то часть в творчестве своем, да, то, что касается культуры и традиций Алтая, алтайского народа. Куда и входит, собственно, шаманизм тоже, как исторический процесс, да, такое развитие, что ли, становление, понимание, мироздание алтайским народам. Вот. Но я всегда еще раз повторюсь, еще говорю так, что если человек себя называет шаманом и выходит в открытую, на широкую аудиторию, я всегда говорю, что в этот момент, даже если он таковым был, то в этот момент, наверное, некая дверца закрывается. И это перестает работать, потому что все-таки, если шаман общается с людьми или с человеком, это все-таки сакральная и закрытая такая территория не на показ. Поэтому я всегда говорю, на сцене вы шаманов не увидите. Но с одной оговоркой, если вы и увидите на сцене шамана, но вы никогда не будете знать то, что он шаман. Субтитры подогнал «Симон»